500 дней до старта чемпионата мира по футболу. Города-организаторы накануне отмечали эту дату. В Екатеринбурге запустили часы с обратным отсчетом. В Сочи вырубили ледяную скульптуру с цифрами 500. А в Сарамске журналистам и волонтерам показали чемпионский автобус. И на нем повезли по стройкам чемпионата. Обозреватели наших новостей Юлии Поруновой даже позволили испытать один из гостиничных номеров на прочность. И она утверждает, что ничего не сломала. Красная Ливрея, Забивака и символический собор Ушакова, столица Мордовии, в честь 500-дневной отсечки до старта игры презентует автобус. За бортом минус 26, но это не смущает водителя. Ради такого случая он изменил теплому свитеру и мужественно терпит неудобный галстук. Ведь его автобус первый в Саранске примерил чемпионский костюм. Эти одежды станут обязательными для общественного транспорта Саранска на время игр чемпионата. А еще летом 2018-го всех пассажиров возить будут бесплатно. Пока на территорию гостиницы Меркьюри пускают исключительно в таких головных уборах. Но внутри можно уже увидеть. В гостинице заканчиваются отделочные работы и номера, ну если не готовы, то слишком близки к тому, чтобы быть готовыми принять своих первых постояльцев. На этапе внутренней отделки и подключения к инженерным сетям все номера, кроме одного. Это так называемый тестовый номер. Мебель, отделка, текстиль и даже конфетки для потенциальных гостей. Так все будет выглядеть в 2018-м. Ночь в отеле с видом на главпочтам будет стоить от 4 до 7 тысяч рублей, говорят организаторы. У нас 115 номеров. Они подразумевают как двухместное проживание. Есть часть номеров люкса, в которых можно будет больше людей разместить. Поэтому ориентировочно более 200 человек можно будет разместить. Ресторан, спа и прочие обязательные для четырехзвездочного отеля симптомы. Жаль, что отдельной парковки для гостей не предусмотрено. Но строители своей работой довольны. Хотел бы остановиться в таком номере и был бы очень рад оказаться на месте тех людей, которые окажутся в Саратской командировочной, которые будут жить в этих номерах. Следующая остановка – гостиница на улице Кавказской. Сюда общественный транспорт добирается только в таких исключительных случаях. Но вряд ли гости этого отеля будут передвигаться на троллейбусах и автобусах. Международная сеть «Шаратон» – пять звезд. На территории остальной гостиницы пока идут отделочные работы. Вот этот номер тестовый. Его сделали специально, чтобы выяснить, как будет вести себя мебель в случае не самого комфортного эксплуатирования. Как сообщает строитель, вот такие тумбочки специально сбрасывали с третьего этажа гостиницы. Две из них, кстати, выдержали такое падение, а вот одна погибла. Она не прошла. Тест на износа стойкость. Представитель застройщика предлагает журналистам испытать номер самостоятельно. Мы проверили. Обои не поцарапать, картину не сорвать со стены, а кресло не пострадает даже от усилий основательного гостя. Еще одна интересная деталь. Вместо ключа от номера гость должен установить на свой телефон специальную программу. И смартфон заменит ключ. Президентский номер обойдется примерно в 35 тысяч рублей. Остальные дешевле. Технический пуск будет учислен в августе. Полная передача оператору – октябрь-ноябрь. Конечная остановка чемпионского автобуса – стадион Мордовия-Арена. Строители продолжают монтировать кровлю. Уже установили около трети всех консолей. Монолитные работы завершены на 97%. Оставшиеся три – это входные группы и подходы. Отделочные работы ведутся сейчас активно. Выполнены кладочные работы полностью. На 90% выполнена работа по устройству фасада уже, остекление витражами. Первый и второй этаж полностью отапливаются. Есть небольшие локальные замедления. По отдельным работам запрещено технологически при таких низких температурах производить определенные виды работ. Но в целом современные методы строительства позволяют нам прогревать там, где это нужно делать и вести работу без остановки. Все работы на стадионе находятся в графике, подтвердил главный инженер строительства. В середине мая в Саранске перейдут к основным работам по устройству поля. Юлия Порнова, Сергей Бебинов. Наши новости.